Если что меня может найти на OnlyFans Это мы вырежем Всем привет Как мы обычно говорим Парам-пам-пам-пам Да, это вторая версия этого подкаста Потому что предыдущая на полтора часа Не получилась То есть она получилась Но нам не получилось видеоматериал Сделать монтаж Вот, поэтому По второму кругу сейчас будем подарить Ну, повторить дважды Это в принципе неплохо Ну, теперь можно говорить Можно теперь говорить Мы уже в прошлый раз это говорили Сейчас не будем на этом останавливаться Ну, давай Погнали Слушай, смотри У нас была тема Во всяком случае сейчас тема Нашего подкаста так не сойдет О микросервисах То есть, если ты помнил Во всяком случае на днях Последние, наверное, недели две Ты мне активно писал По поводу, что я думаю по микросервисам Что я думаю о таком решении О сяком решении Вот А, ну, типа Почему ты вообще Типа занялся темой микросервисов? Почему она Именно сейчас Стала для тебя актуальна? То есть я помню Хайп, допустим Там Условно говоря Пять лет назад Эта тема Прям микросервисов Было Прям много статей на хабре Много, допустим Всяких публикаций На эту тему Типа В чем сейчас Типа Это как Неунываловая классика Как хранить деревья Стала Или Или почему? Ну Я, в принципе Всегда интересовался Скажем Этой видой Сетевой архитектуры Вот Просто Так давно Я прочитал Очередную книгу Вот Я забыл опять Как его зовут Какой-то Джо Очень популярный блогер Мы потом ставим Бложку этой книги Прикрепим к видосу Вот Там была как раз Книга о том Как сделать Микросервисную архитектуру На Laravel Ну В том плане Что Инстанциями у нас Различных сервисов Будет именно Laravel Вот И В этой книге Он там Пописывает два примера Один более подробно О том Как вообще это все делается Второй уже прикладной С другой задачей Вот И Он там показывает На этом примере Как он Делает Event Storage Как он Для этого Использует Redis На какие он Дописывает Значит Части кода В Laravel Для того Чтобы микросервисы Между собой Взаимодействовали И понимали Эту архитектуру Вот И То есть Это такая практическая Да Часть вся Да Книга По большей части Конечно Практическая То есть Там В основном Только код Детали Технические То есть Все вот Про это Не про Какой-то Да Там Эрик Эванс Там Домендрайвен дизайн Теодна теория Да Там Ну типа Как Такая книга Как в идеальном мире Должна была быть Вот И какие-то есть Вот концепции Тут Тут Именно Такая Техническая Книга Ну И немного Конечно Теотеоретической Части Безусловно Там тоже Есть Вот Ну и она Такая Довольно Интересная Нет Я просто хочу У меня просто Есть такой Сразу Холиварный Вопрос В этом Плане Он Больше Конечно Теоретический Вот Но Где Начинается Типа Как Микросервис Да И Переходит Он Просто В сервис То есть Можно Знаешь Привести Самый Простой Банальный Пример Вот Который На всех Конфах Приводится И тому Подобное Это Вот Сервис Отправки Емейл Сообщений Это Микросервис Или Сервис Отдельный Я просто Хочу Пошли Сказать Ты меня В прошлый раз Прошел Зачем Я опять Отвечать Буду Ну Да В общем Я надеюсь Ты в этот раз Подготовился Лучше Чем В прошлый Раз Да нет Я Ничего Не менял В своем Ответе В принципе На самом деле Да Это Тонкий Вопрос По большей части Конечно Микросервис Воспринимают Как какую-то Часть Бизнеса Да Какую-то Атомарную В своем Вроде Капсулированную Часть бизнеса Где Ну Например У нас есть Интернет-магазин Какой-нибудь В частности В этой книге Разбирается Там Амазон Версия Суперлайт Так скажем Ну и Как обычно Бывает Там В больших Интернет-магазинах Типа Амазона Озона Не знаю В общем Ритейл Или как-то Маркетплейсах Есть Много Разделов Которые Можно Выделить В один Баунден Контекст Так называемый Стратегический Паттерн Который Есть В ДДД И Это Могут Быть Например Склад Доставка Бухгалтерия Ну и Другие Какие-то Куски Бизнеса Которые Могут Как-то Иметь Свой Там Язык И По какому-то Протоколу Взаимодействовать С другими Сервисами То есть По большей части Воспринимают Микросервисы И стараются Делить По таким Вещам То есть Там У нас отдельно Есть микросервис Склад Например И у него там Своя база данных Свои значит Статки Какие-то там Его бизнес Язык Его свой Там У него продукт Это свое понятие И так далее И какой-то Внешний протокол Плюс там Допустим Интеграция Северный Сторож Где он Забирает События Касающиеся Его там Заказ Заказали Надо делать Декремент Позиции Например Или резервацию И плюс Какие-то там Значит Внешний API Протокол На чтение Там Остатков И так далее Ну В принципе По большей части Можно назвать Микросервисом И Какой-нибудь Обычный Технический Сервис Который будет Выполнять Какую-то там Работу Ну Как сейчас Могут сделать Да Популярно Взять на Гулэнг Какой-нибудь Код Который может Ну Грубо говоря У нас есть Накодный PHP Вот И мы хотим Выполнить Быстрее Иметь Больше Тонок Точнее Настройки Где-то Больше Работать Там Не знаю Точнее Не больше Работать А Меньше Потреблять Память Меньше Потреблять CPU Не знаю Там Распараллелить Этот процесс Меньше Память Потреблять Я в том Плане Что Использовать Более Другие Типа Хранения Данных Да Там То есть И можно Какие-нибудь Использовать Байты Еще Что-то Вот И С помощью Таких Нюансов Мы можем Делать Отдельный Микросервис Который Технически Будет Выполнять Какую-то Задачу Такой Я Если Честно Желал Более Простого Ответа Типа Что-то В духе Правильно Следующего Ну То есть Ты Как Начала Прям И Погнал И Погнал И Погнал И Погнал Я имею Ввиду Для Меня Примерно Следующим Образом Если Как Нек Некая Программа Обеспечения Имеет Ценность Сама По Себе В Отрыве От Условного Ряда Пусть От Как почтовый Сервис Вот Что по идее Это Как Отдельный Отдельный Столб Отдельный Сервис Это Ну Типа Не Микросервис Он Не Вспомогательный К чему Либо В этом Плане К чему Либо К твоему Да Это Можно Отнести Конечно Что Это Вспомогательное Но Это Типа Как Он Может Жить Своей Жизнью Условно Склад Или Как Там Приводил Допустим Какой Отдельный Ценность Его В том Плане Что Он Будет Жить Как Отдельно Именно Как Отдельный Сервис Там Что Что Он Будет Пользоваться Тому Подобное То Есть Я Больше Думал По Таким По Логическим Кускам В этом Плане То Вообще Мне кажется Причина Появления Всех Вот Этих Ну Вот Я Просто Думал Смотри То Что Вообще Типа Причина Всех От Этих Появлений Микросервисов Она Как Бы Не В Техническом Вообще Уровне То К примеру Допустим Условно У тебя Отдельный Микросервис То У тебя Отдельный Допустим Модуль В Монолите То Это Смысл Прямо В следующем Что Причина Появления Я Сильно Сомневаюсь Что Она Именно Вкроется В Техническом Аспекте В основном То Это В большинстве Случаев Экономическая Причина То К примеру Допустим Как Я себе Представляю Абстракт Из воды Большой Взрыв Не Был Ничего Потом Бух И Микросервис Стали То Это Какая Нибудь Допустим Условно Веря Образовался Дефицит Кадров В Кремниевой Долине И Начали Хантить Различных Инженеров И От Того Что Условно Веря Нет У тебя Стэк Технологии Вот И они Такие Ага Мы Видим Там Классного Специалиста На Го Типа Блин Если Мы Сейчас А у Нас Инвестиции Горят Сроки Горят Мы Должны Нанимать Людей И Тому Подобное И Даже От И Типа Сидите Делайте И Как Блин Вин Как Б Позиции Закрыты Классные Инженеры Найдены Да Может Чуть Стэк Там Не Подходит Или Там Совсем Не Подходит В Все В частности Допустим Почему Все Микросервисы Начали Популярно Ты же Помнишь Контору Под Названием Амазон У нас Она В России Не Особо Популярна Мало Может Никто Явно Не Заказывал Посылки Сейчас Они Многие Писали Искали И тому Подобное Там Книжки Хорошие Я В Душ Ну Окей Хорошо Те Кто Типа Заказывает Книжки С Амазона Я вас Поздравляю Вы Точно Знаете Что Такое Амазон Но Смысл В этом Оно По Большей Часть В Экономическом Само Зарождение Оно Само Экономическим Стало В целесообразности Ну В принципе То Что Ты Сказал Конечно Есть Безусловно Ну Как бы В этом Есть Плюс Да То есть Микросервисы Да Они Могут Помочь В таких Ситуациях Вот Я вот Сейчас Еще Вспомнил В прошлый раз Мы не говорили Но я вспомнил Что В принципе Да Там Сподвиг Развитие Компьютер Да И И И Вообще Компьютеризация Была Тоже Ну Экономическая Причина В том числе Ну Еще В первую очередь Это было Военные же Придумали Всю эту историю Вот Безусловно Конечно Экономические Причины Сильно влияют На развитие Рынка Да Тут Ничего Не скажешь Вот Но Я думаю Что не стоит Отрицать Что у микросервисов Есть еще и другие Плюсы Вот Которые Кому-то Тоже могут Быть на руку Вот И Возможно Рождение Микросервисов Это Также Еще Не только Потому что Есть Какие-то Экономические Причины Да Там Ну Возможно Еще Тоже Решают Какие-то Проблемы Которые Лучше Подходят Под те Задачи Которые Есть В компании Да Вот То есть Ну Вкратце Как мне кажется Что микросервисы Они лучше Расположены Горизонтальному Масштабированию Вот Плюс Неспроста Да То есть Придумали Все эти Инструменты Которые Сейчас мы Пользуемся Посеместно Типа Докеров Кубернетисов И остальных Вот Опять же Они лучше Изолированы Вот Они поддерживают Принципы Двенадцатифакторных Приложений Да Которые Мы тоже Пользуемся Там В Laravel Настраивая Файл окружения И так далее Вот То есть Инфраструктура Как бы лучше Готова изначально Чем В Монолите Да С другой стороны Понятно Что Нам нужен Специалист Который Все это Умеет Настраивать И поддерживать Нам Нужна Так скажем Какие-то Стандарты Понимание Разработчиков Документации И так далее Если это Большой Какой-то Микросервис И их много Вот Там конечно Есть и Противоположности Ну и Как ты Сказал Мы не Привязаны Ни к Языку Ни К Технологии Это Безусловно Плюс С точки Зрения Экономии И с точки Зрения Того Что Мы Можем Более Специализированный Язык Выбирать Под Какую-то Задачу Потому что Не только У нас Могут быть Разработчик В обойме Который Знает Язык Но и У нас Может быть Какая-то Задача Где Экосистема Лучше Приспособлена Или имеет Инструментов И библиотек К решению Задачи Например Взять Какой-нибудь Пайтон То я думаю Что в его Экосистеме Больше Библиотек По Машин Лернинг Чем В php Наверное Уж точно Или взять Какой-нибудь Там Ну Грубо говоря Какой-нибудь Тот же Go Да И писать Какой-то Инфраструктурный Код Чем Там Взять PHP Питаться На нем Что-то Сделать Также Наоборот В go Попытаться Enterprise Какой-то Писать Где Объект Всякие Все Такого Очень Много Всего Всего На go Мне кажется Это сложнее Будет Да Я не говорю Что Это не делают Наверное Делают Но PHP И там Жанна Laravel Делать Намного Быстрее Потому Что Экосистема Инструментарий Лучше Вот Ну И Последнее Последнее Последний Пункт Сейчас Возможно Ну Это И плюс И минус Потому Что Не Всегда Так Получается Но Проще Может Быть Проще Распределять Между Собой Команды И Формировать Их Потому Что Когда У нас Есть Отдельный Микросервис Со Складом Есть Отдельный Микросервис Не Знаю С Бухгалтерией То Мы Можем Взять Команду Сделать Такой Более Скажем Атомарной Единицей И Вы Занимаетесь Микросервисом Складом У вас Есть Протокол Вы Внешне Разрабатываете У вас Есть Документации Внешних Для Других Микросервисов Или Даже Для Сервисов Которые Вообще Не В нашей Инфраструктуре Вот И Как Они Абстрагированы Изолированы От мира Так Скажем Своей же Инфраструктуры То Проще Такие Вещи Да Ты Знаешь Ты Начал Перечислять Прям Прям В кучу Кучу Всего Прям Навалил Такой Как Смешались Люди Кони Прям Как В том Анекдоте Смотри По поводу Вот Это Масштабирование Горизонтального И тому Подобное То То Тоже Самое Ларавель Ты Берешь И Клонируешь Его На Несколько Машин Он Теб Монолит Монолит Да Но условно Те же Самые Допустим Там Исполнение Очередей По типу В этом плане Ничего Не мешает Тебе Дублировать Множество Раз Сколько Захочешь Это Я могу Привести Тебе Большой Пример Кстати Тоже Про Тот же Самый Амазон Сейчас Небольшую Отсылочку Тебе Сделаю Помнишь Когда Давно Была Компания Убер Вот И она Помнишь У нее была Статья Где Хайп У них Была То что Они С Майсиквел Перешли На Postgres А потом Назад Через Два Месяца И они Рассказывали Почему Там Все Сначала Радовались Потом Все Такие Как Да нет Типа Ой Что Мы Назад Вернулись Типа Что Мы Ошибались И тому Подобное И вот Кстати Не так Давно Весной Этого Года 2023 Команда Амазона Прайма Она Объявила О том Что Она Сворачивает Свои Микросервисы И Объединяет Их В монолит Ну Просто Убирает Вот Эти Куски Развертывания Именно В основном Там Они Можут Зайти На Сайт Именно Назывался Блог Амазон Прайм Видео По-моему У них Там Показывает Как У них Было До Этого Как У них Стало После В Действительности Они Просто Все Склеили В Этом План То есть Остались Те Самые Модули Просто Они Склеены И Тянутся За Собой Как В Монолит Клонируется И Смысл Примерно Следующий Для Чего Это Они Делали Для Того Чтобы Сократить Свои Накладные Расходы На Серваки Если У тебя Есть Микросервис То Он Будет Храниться В Процентов Смысл Примерно В Этом То Словно Ты Платил Типа Тысячу Долларов Стал Платить Стал Платить Сто Долларов В Этом Плане И Вот Смысл Примерно Следующим Что Казалось бы Вот Они Мы До Которые У нас Были И Хранились Как Хрен Пойми Как То Сонар Микросервис Сохранится На Отдельном Сервере Или На Бессерверной Архитектуре Какой И Мы Все равно За него Платим Деньги Хотя Может Нагрузка Не Та Будет Смысл Примерно В Этом Казалось бы Которые Прям Флагманы Свой Сворачиваются Они Покупали Сервера Которые Некоторых Не было Нагрузки Но Нужно Было Место Чтобы Где-то Что-то Поднять Ну Да 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 То есть Там же Смысл Был Я Понял Да Они Все Это Дело Подымали Нужно Был Еще Один Инстанс Им Приходилось Сознать Все Семь Своих Микросервисов Хотя В действительности Нужен Был Свощи Один Какой Нибудь Я Понимаю Да Ну Смотри Да Тут Развернуть Laravel Да Его можно Развернуть На несколько Инстансов И Сам Микросервис Может быть Написан На Laravel И За счет Того Что Он Поддерживает Эти Принципы 12-фактных Приложений Поэтому Он Может Развернуться И так Далее Можем Его Развернуть И масштабировать Это Да Я Имел Ввиду Что Если Есть Инфраструктурная Часть Типа Кубернетис Например То Там Уже Есть Все Инфраструктурные Настройки Типа Что Автоматически Может Создаваться Инстанс Автоматически Сворачиваться Всякие Проблемы Решаются С Очередностью Запуска И Обратного Роллбека И так далее То есть Вот это все Если у тебя нет Инфраструктуры Какой-то Там Придется Это руками Делать Просто Если у тебя Есть Микросервисная Какая-то Экспертиза И все Так далее То это Будет Быстрее Сделать Вот В этом Плане Это конечно Хорошая информация О том Что они Ошибались Да И Никто же не говорит Что микросервис Это типа Хотя многие Наверное так думают Или делают Я знаю Пару примеров Все на микросервисах Как будто Это какой-то подход Который все решает Вот Но конечно Это не так И Да Не знаю Я не читал Эту статью Там Интересные детали Которые Там Там Самой архитектуры Да Возможно там Кстати Ошибочная Изначально Архитектура Какая-то была Которая С собой Там В довесок Несла Вот эти все Микросервисы Например Вот Либо да Изначально Была неправильная Архитектура В том Что Им Потребование Сделали На микросервисах А там Не нужны Были Например Вот Тут Мне сложно Судить Вот Ну Я думаю Знаешь Как будто Человек Человек Тебя убеждает Типа Возьми кредит Возьми кредит В этом плане Возьми микросервис Ну условно говоря Да Он сам берет Оказывается В попе Скажем так Вот Ты его увидишь Знаешь И потом А все равно Это же неплохо Потому что он Убеждал Нет Компания Которая тебя Убеждала В этом Знаешь Сама Сама Себя Начала Отказываться От своих Вот этих Скажем так Проектов Которые они делали Да То есть это такой Знаешь Как звоночек Тебе такой Плюс в том Что Эта ситуация Что они В принципе Признались Да В этом Они же могли Не признаваться Там Иметь смелость Признаться Что ты сделал Ошибку Это плюс Конечно Было бы полезно Чтобы они Показали Как Почему они Приняли такое решение Что было неправильно Как можно было Улучшить Какие были Варианты событий С учетом того Что они уже Как бы По дороге Уже в это прошлись И так далее Ну вот как Знаешь Подробную Сделать презентацию Всего этого дела И поделиться опытом Грубо говоря Было бы это полезно Вот Если какие-то Громкие заявления Я просто не знаю Не читал Не уникал В эту новость Просто какие-то Громкие заявления Без подробной Всякой информации Нюансов Ее конечно же Можно воспринимать Как антирекламу Или рекламу Там Других каких-то Вещей Там в принципе Нормально Подробно написано Ну то есть там Минут до 10 Чтения Тебе хватит Даже может Чуть побольше Если графики Еще есть Рассматривать долго Ты кстати Вот мне понравилось Что упомянул Этого Кубернетеса Вот А ты помнишь Вообще Что сам Один из авторов Его говорил Ну давай Напомню Ну там Смысл был Правильно В следующем Что Как он Вы пытаетесь Решить Типа Программную часть С помощью Типа Архитектуры Вот Ну у меня есть Немножко Там Достаточно На английском Было Не особо Не особо Там близко Я могу Чуть-чуть Перефразировать Его И смысл Будет Прямо Следующим Представь себе Что у тебя есть Детская комната Например Где есть Сотни игрушек Там На полу Валяется Еще где-нибудь Валяется Бардак Из игрушек Из детских Вот И ты такой Берешь Часть этих игрушек Уносишь на кухню Часть этих игрушек Уносишь в другую комнату Часть Уносишь В коридор Часть еще куда-нибудь Типа Стало ли Стало ли От этого Детская Чище Типа Нет Не стало Отчевидный вопрос Там где были Оставшуюся Квартиру Детская Стало чище Ну это пример Такой Знаешь Он немножко в вакууме Потому что Мы можем Изменить ситуацию И сказать Что в других комнатах Он на полках Все разложил Например Понимаешь То же самое Можно сделать Я сильно Ну нет Здесь просто Знаешь Это такое Знаешь Ну типа Вариант Ну мой Вот этот пример Он просто Более понятен То есть Ну типа Понятное дело Что игрушки Будут там На полу Или там На диване Либо там Еще где-нибудь Валяться В этом плане То есть Точно так же И с Программной С установленным С программным кодом Который ты думаешь Такой Типа Что-то у меня Типа Все Весь Типа Мусор Я вот сейчас Его разделю На части И у меня Получится Конфетка Ну Действительно Конфетка Получается Вот как я Описал Ну не совсем Ну разбивать На микросервисы Какой-нибудь Монолит Легче Чем Пытаться Это сделать В коде Мне так кажется Потому что Так Здесь Моя аналогия Точности Подходит Тебе Легче Внести Игрушки На кухню Часть Чем Можешь Забраться В детской Ну типа Намного Легче Ну типа С другой Стороны Ну типа Если ты можешь В монолите Построить Вот эти Все разбить На Условно На модули Какие-нибудь Допустим Правильное пространство Имеон Допустим Разделить Допустим Какими-то Границами То ты То же самое Сможешь Сделать И в микросервисах И то есть Получается Тогда Вот этот Тезис О том Что Микросервисы Сделают твою Архитектуру Чище Или там Лучше Они как бы Типа Терпят Неудачи Если ты То же самое Не можешь Сделать В детской Как в монолите Ну Смотри Да Но Иногда Сделывать Сложнее То есть Чаще всего Сделывать Сложнее В монолите Потому что Код Более связан И так далее Ну и в принципе Сложнее понимать Да Делают И распиливают Это монолит На микросервисы Вот Но Опять же Это может быть По разным Соображениям По экономическим Тоже Да Там Не знаю Есть Часто бывают Ситуации Когда Разделяют На какой-то Микросервис Потому что Это уже Можно сделать Из этого Отдельную Команду Да Вот И мы Хотим Как бы Этот код Вынести Выделить Отдельную Команду Под него Это будет Просто сервис Просто отдельный Сервис Монолит К примеру Ну я не знаю Как В терминах Микросервис Сервис Как это будет считаться То есть Это у нас Должны Такие Быть Параметры И тогда Мы можем Называться Что у нас Микросервис Архитектура Или там Если мы Только Передаем Данные По Протобав То Значит у нас Микросервис А если По Обычным Данные То Нет Я Не знаю Как Это Котируется Вот Или Или у Тебя Просто Приходят Вебхуки От Телеграм Это уже Микросервис Архитектура У тебя Считается То есть Я не знаю Как С какой С какой Стороны Считается Микросервис А когда Еще нет Но Так вот Я же Тебе Вначале Мы же Вначале Разбирали Пример С почтой В этом плане Я говорю Что Если Целую команду Сажаешь На какой Пример Допустим У тебя Есть Допустим Твой Отдельный Сервис Например Сервис Снятие Денег Подписок Еще Что Нибудь В этом Плане И Если Целую Команду Сажаешь На сервис Этих Подписок Чтобы Оформлять Деньги Списывать Все таки Это имеет Ценность Само по себе И в отрыве От твоего То есть Можешь потом Этот сервис Подписок Подключить Не условно К своему Продукту Номер 1 А к продукту Номер 2 Точно так же В этом плане Вывод Средств Или еще Что-нибудь Снятие Это уже Ценность Само по себе Имеется В этом плане Как отдельный Проект В этом я говорю Что это Как по мне Это полноценный сервис Как с почтой Типа Нечего Если Если думаешь Что нет Если ты думаешь Что это не так Ну типа Давай придумаем Допустим К примеру Допустим Выдумаем Как мы разобьем Сервис почты На микросервисы Единственное Что мне приходит Отдельный сервис Отправки Отдельный сервис Отдельный микросервис Получения Единственное Что мне в голову Приходит Это только Какая-нибудь Отдельный микросервис Проверки на спам В этом плане Ну, типа, вот как, типа, если брать вот прям в вакууме, например, почтовый сервис, как он есть, допустим, ну, типа, что ты в нём разобьёшь? Разумных каких-то, мне кажется, вещей, на которых можно как-то его разбить, ну, типа, это надо постараться придумать реально. Я тебе говорю, что я не понимаю, вот если брать в той парадигме, что у нас микросервис что-то отдельно делает, там, это часть бизнеса, то я не знаю, как можно почтовый вообще на что-то разделить, ну, если просто так представить, то, я не знаю, там, на что-то можно его, конечно, поделить, ну, это будут слишком маленькие части, наверное, я не знаю, какой смысл в этом вообще большой, вот. Ну, вот, смотри, а вот здесь, допустим, ну, там уже как раз-таки есть и есть же смысл, то есть, условно говоря, когда у нас, допустим, есть какое-нибудь, допустим, там, то же самое Laravel-приложение, да, к примеру, вот, и мы такие, так, мы там занимаемся, условно говоря, там, как YouTube, условно, делаем на Laravel YouTube, к примеру, и нам такой человек загрузил видос в этом плане, и нам нужно перегнать его под все форматы, допустим, там, 4К, 2К, как он же, Full HD и тому подобное. И мы, допустим, берем, берем, пишем, берем, нанимаем, допустим, там, сотрудников или, там, сами пишем, допустим, мне вместо PHP, допустим, там, на GoLang, да, к примеру, или, допустим, на Rust, чтобы побыстрее было, вот, и перегоняем. Вот это микросервис, типа, здесь понятна логика, понятны действия, минимальные и тому подобное. Типа, вот пример тебе, хороший пример. Ну, так делают таким образом, да, ну, я же говорю, что чаще всего микросервисы как часть битса, то есть, если мы делили какую-то техническую часть, да, то есть, сделали на Go какой-то скрипт, может быть, это Daemon, я не знаю, может быть, просто часть скрипт, которая запускается каким-то образом, вот, и мы можем его выполнять отдельно, грубо говоря, вообще в отдельных серверах, масштабировать его и так далее, плюс использовать какой-нибудь, типа, AVS, как он, Storage, или как они называются, вот, которые, ну, грубо говоря, у нас отдельно будет Storage специальный, вот, который тоже можно будет масштабировать между сервисами, вот, почему нет, то есть, технически тоже так разделяют, и там есть доклады всяких, Badoo, где они там говорят, что выделили какой-то код в сервис или микросервис, там, на Go, у них было давно, много лет назад, что они там сколько-то, там, очень много на серверах сэкономили, вот, и так тоже делают, то есть, есть технические какие-то, да, аспекты, когда надо выбрать язык, куда-то выделить, вот, и потом, возможно, там тоже какие-то есть запросы по протоколу, есть какие-то бизнесовые вещи, когда мы вот реально, там, разделяем, типа, склад, бухгалтерия, не знаю, там, доставка и так далее, ну че, на перерыв? Да, да. Продолжаем наш подкаст, слушай, я, знаешь, че, хотел тебе поинтересоваться, начни не поинтересоваться, а больше, знаешь, такой монолог привести, что-то, монолог с вопросом, ну вот, даже вот представьте, что у нас есть микросервисная архитектура, вот, и она нас, мне кажется, подталкивает, ну вот, она развращает, подталкивает к каким-то вот плохим вещам для бизнеса, то есть, я могу привести тебе очень простой пример, то есть, когда у нас, допустим, есть куча языков программирования, да, допустим, куча фреймворков, куча экосистем в этом плане, мы получаем вместо того, чтобы у нас изоляция какая-то, да, например, допустим, там, то, что мы у нас там все будет круто, все будет шикарно, у нас там, типа, свои источницы и тому подобное, в действительности мы получаем, вот, как раз-таки, как я и говорил, куча экосистем, куча систем даже развертывания, обслуживания их, вот, и плюс даже к тому, то, что даже если у нас, допустим, там, мы пишем только на, ну, то же самое, там, PHP, вот, и делим как-то на микросервисы, это побуждает, допустим, там, тебя, меня, там, условно говоря, допустим, там, третьего сотрудника, пятого сотрудника, к большим экспериментам, к большим, допустим, там, необычным вещам, ну, то есть, к примеру, допустим, мы у нас, допустим, мы там пишем, допустим, с тобой, да, Symfony, на Laravel, да, например, допустим, и приходит новый, условно говоря, там, третий сотрудник пишет-пишет-пишет и такой, а дайте я этот, этот сервис, мне, допустим, интересен ReactPHP вот с его event loop и я попробую допустим там написать как он скажет на нем приходит шестой сотрудник он говорит так типа а вот здесь вот классные типа есть либо у Зенда там сейчас Laminos я возьму Laminos и это даже такой знаешь как делает куча 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 всего в этом плане вот которые как он уже не очень сильно очень разнообразно даже в даже вот в одном языке программирования в этом плане и в итоге мы имеем не свину чтобы разобраться вот как это все работает или допустим как это все поддерживать в каком состоянии нам приходится предлагать намного больше усилий чем в том же самом монолите монолит у нас написано допустим там на симфонии да например мы просто софигачим в него допустим там но новые какого пространства да и все и как бы все понятнее у кого шаг влево шаг вправо все это заметят все все это сразу пресекется и тому подобное вот при микросервисах ну условно там команда там какая-нибудь там поговорила посовещалась там и сказал мы будем мы хотим использовать допустим там кейт PHP допустим там именно в этом чтобы его попробовать вот почему почему бы и нет то есть это знаешь такой эксперимент который и поощряется с одной стороны и как бы типа а что такого у нас же и так тут у нас же так 10 языков программирования 6 этих используется ничего страшного если я буду использовать условно в этом в бовер вместо npm условно говоря вот и соответственно бизнес с этим потом как жить то есть условно говоря допустим ко мне пришел допустим там я пришел на проект где тысячи вещей и все везде разное слово совсем то есть это вот в мой условно онбординг будет ну просто адский по факту и то есть ты стоишь для руководителя для как если я был бы тем лидом с таким мне есть как искать сотрудников словно говоря там ты должен уметь и загибаю пальцы а мне таки говорят вам нужен не человек оркестр а вам нужен целый техотдел немного примерно думанные почему потому что мне кажется там как мы пришли с точки когда у нас каждый делать что хотел ну типа писал на каком фрейморке или языке в точку у нас появился тимулит который уже имеется парк то есть вообще конечно если такие есть люди и они вряд ли вообще микросервисы у них в принципе потому что какой то должен быть человек который всем это будет руководить и в том числе поддерживать инфраструктуру и все это понимать общую архитектуру поэтому это это сейчас проблема того что как это разработчики делают что хотят своих микросервисах и вот никто об этом не знает то есть должен быть какой-то человек который упраздняет этих людей и говорит там пьет по рукам и говорит что ты вообще там запустил но ну как будто на чем там вообще пишешь там уже во первых там задачи ставится все обсуждают на чем их будет делать раз короче какой нибудь парень фокус выкидывает начинает на ассемблере писать там все ну то есть примеру когда у тебя допустим там куча куча сервисов я подожди сейчас ну навряд ли у тебя будет человек который будет в точности поймете как это все работает нет я понимаю сейчас это говорю то есть если брать глобальные перемены какие-то там смену языков или это кажется немного странным потому что это больше похоже на то что вообще люди занимаются разными вещами и работают в одной компании каждого свой проект такой может быть в целом но все равно какой человек должен быть который следит поэтому для меня это пока кажется мало маловероятности на сценарий но вполне вела вела вероятным сценарий может быть когда есть мелочи какие-то когда они на фреймворк выбирается вот как ты сказал там npm или yarn или там знаю в gs или react но это уже не такая мелочь но тоже да то то есть это более низкоуровневая скажем вещь чем язык программирования ну в том в низкоуровне в плане выбери до нюансов она может быть но опять же даже должны быть люди которые за этим следят если это один темблит на все микросервисы ну во первых это странно да там есть их не разных команду скорее всего будет у каждого свой будет какой-то руководитель скорее всего ну окей даже один на один на две будет команды но он должен следить смотреть код делать ревью договариваться стандартах и так далее никто не должен делать там же не только даже речь по моей практике речь не только о том выборе инструмента какого-то а речь больше даже о том какая архитектура в самом коде то есть там да 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 то что можно будет до всяких нюансов вот но если говорить о проблематике то такое может быть да что у нас есть несколько микросервисов они записаны на разных языках и используют разные технологии например в одном у нас ну грубо говоря react в другом vgs такое тоже может быть исторически это может сложиться по исторически по экономическим понятиям по разному вот такое может быть но наверное что чаще всего компании стараются ну допустим я не знаю как крупные но средние стараются свести это к минимуму про сделать стандарты упразднить выбирать фреймворки в которых есть экспертизы да они выкидывать фокус и там всю жизнь использовали лара вела давайте возьмем symphony никто не знает как там чего писать ну блин прикольно же кто же так не делает понятно поэтому я потому что это поощряется да ну поощряется там 7 языков программирования сейчас сейчас ты волей не волей поощряешь да я понимаю но есть должны люди которые за всем этим смотрят и никто не отменял того что две вещи первое это то что в обычном коде есть у нас монолит люди там тоже выкидывают фокусы мне что-то фраза сегодня понравилась делают что хотят и если за этим не следит будет вторая причина за этим также нельзя будет в этом разобраться как и в другом микросервисе на другом языке иногда код пишет на твоем языке такой что получить другой язык и переписать намного проще чем понять это и и работать с этим просто вот поэтому это банально просто надо следить я могу тебе привести более приземленный пример очень простой в этом плане то есть он 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 по он будет понять и накажется каждому в этом плане приходит тебе новый сотрудник ты ему даешь монолит к примеру допустим где есть все разбито на модули или допустим там на что-то еще к примеру он как прочитал допустим там тыаб eres на нд работать в модулем вот этим он поработал со себе с этим модулем заходит заходят с другую модуль и видит примерно все тоже сам ту же самую структуру все тоже самое то есть условно говоря выучив один и один маленький кусочек в монолите да к примеру вот он может прямо он может он уже имеет представление как работает соседний как работает 5 как работает 10 который которые, условно говоря, по соседству идут. Вот условно говоря с микросервисами, такого условного у тебя не будет. Или там сервисные, у тебя множество сервисов, к примеру. Смотри, пример. Я, в пример, берем тот же самый. Например, ты заходишь, допустим, в микросервис, у тебя, допустим, условно говоря, работали, допустим, они все сотрудники, они привыкли к определенным вещам. Ты смотришь, допустим, там, ага, ты выучил этот микросервис, заходишь в противоположный совершенно, у тебя, допустим, вполне, я на 99% уверен, особенно если он исторический какой-нибудь, у тебя будет совершенно все по-другому в этом плане. У тебя, может быть, там, даже если в рамках одной экосистемы, у тебя может быть совершенно все по-другому. Если у тебя, допустим, еще в рамках разных экосистем, то все, типа, иди, можно сразу, ну, чтобы тебе было понятно, к примеру, у тебя есть микросервис, допустим, там, по вебсокетам, да, к примеру, какой-нибудь обслуживающий, и, допустим, там, какого-нибудь же форма оплаты, да, допустим, на сайте. Ну, типа, это совершенно разные вещи построены в этом плане. И ты даже, типа, даже как их, условно говоря, установить на свою локальную машину, у тебя этот процесс будет отличаться в этом плане. Я понимаю. То есть, самый простой базовый момент. Вот. И дальше продолжается эта своя мысль, то, что он отличается. То есть, у тебя вход новых сотрудников у тебя будет значительно увеличен. Раз. Второй момент, соответственно, раз у тебя, раз у тебя, условно говоря, вход, он, 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 достаточно высок, вот, то у тебя будет проблема, условно говоря, если, допустим, там, ты закрылся, бизнес сказал, все, это направление нам больше неинтересно, к примеру, в этом плане. Их, и их перекидывать на что-то другое. Раз. Кто-то уходит в отпуск, что-то надо подправить, допустим. Два, у тебя будет проблемы в этом плане. Всегда, ну, то есть, постоянно вот такие вот моменты, именно с, либо тебе, ну, нужен будет штат реально, как у Амазона, вот, с их, допустим, там, какого-то же, квалификации. Либо уже у тебя будут все время такие вот возникать проблемы. То есть, как найти нового сотрудника, как его обучить, как его влить. Потом, допустим, там, кто-то третий уходит в отпуск или увольняется, допустим. А тебе, допустим, на каком-нибудь там, не буду, ну, граждан, по губам себе, осуждаю. Вот, как он, ты же, у тебя потребовал, условно, чтобы у тебя не было там, хотя бы два человека, чтобы знал этот микросервис, да, к примеру. То есть, у тебя и стержки вот эти вот по человеку ресурсам, у тебя намного-намного больше. Ну, я понимаю, да, как в любом споре мы пытаемся разорвать одеяло. Да, я принял сторону микросервисов почему-то, хотя я просто за прагматичный подход. Ну, кто-то должен быть против, чтобы получилось интересно. Мультик был такой, баба-яга против. Ну, мне кажется, что есть и другие случаи, то есть, на самом деле, модули-то могут быть не только в монолите, а в микросервисной архитектуре. Вот если я, к примеру, приводил с популярным подходом, когда мы… Нет, вот, например, когда мы реально делаем по DDD, микросервисную архитектуру, савент-стореджем, ну, к примеру, у нас есть микросервис-склад и есть микросервис там, я не знаю, даже там, заставка, еще что-то. Ну, опять же, тот же Amazon. У нас могут быть это Laravel, например, все на Laravel написано, к примеру, и у нас есть стандарт, у нас есть умные руководители грамотные, они выработали стандарт, мы используем там статические анализы во всех этих инстансах, одни и те же. У нас есть набор правил, которые мы используем во всех инстансах, одни и те же, они на всю компанию. Мы используем там свой GitFlow, который тоже там процесс развертывания, разработки, командной работы один и тот же. Мы используем модульную архитектуру, которая там прописана в документации и все, и ты захочешь там в warehouse, склад, и у тебя есть модули, там, модули 1, модули 2, там, ну, сейчас не буду придумывать, ну, образно. Так, там, заходишь в микросервис доставки, у тебя тоже есть там модуль, там, не знаю, приема, там, не знаю, еще чего-то, и тоже разбито по модулям. И у тебя везде там backend-разработчики заходят, и если им надо, если есть такая цель компании шарить, ну, словно шарить, то есть разработчиков, там, делать ротацию, чтобы им не скучно было, например, да, там есть такая цель. Или просто перебазировать свои ресурсы на другие микросервисы, и они все это придумали, то он придет, ему надо, архитектура та же, принципы та же, стандарты те же, там, код снифера, PSR, там, 12, 16, там, какого хочешь, все одно и то же, например. Вот, и ему надо только вникнуть в бизнес, так скажем, да, что там происходит. С другой стороны, часто могут команды разбиваться, и разработчик, который работает в другом микросервисе, он никогда в жизни туда не придет, потому что там другие языки, технологии, другие задачи, да, там, просто немало людей с другими знаниями, экспертизой, например, там, какое-нибудь, не знаю, распознавание текста. И там искали именно человека, который работал с распознаванием текста, знает алгоритмы распознавания, или там с распознаванием изображения, узнает алгоритмы и так далее. Там просто никто в здравом уме и в светлой памяти не возьмет какого-нибудь PHP-разработчика и заставит в другом микросервисе это все делать, например. То есть, и такие примеры могут быть, да. Тут пример, скорее, твой, это какой-то пессимистичный, да, пессимистичный путь, когда что-то вот произошло, как-то так все пошло не так. Вот, и я думаю, что хаос... Я могу даже накинуть, я могу даже накинуть еще это больше пессимизма, знаешь, в каком плане, очень, мне кажется, ну, мне кажется, и ты встречал, и каждый по-любому встречал, это любой легоси. То есть, условно говоря, есть, допустим, там, условно, какой-нибудь сервис, даже не микросервис, а просто сервис в этом плане, который был написан там когда-то давно, завернут в докер. Да, вот, и он как бы работает и работает. И он, допустим, там, никто им не занимался годами, да, к примеру. И после этого ты такой приходишь на проект, да, например, у тебя как бы все работает, все классно, а потом открываешь, допустим, докер-файл и смотришь, что там PHP 5.4, к примеру. То есть, это еще больше поощряет, то есть, вот, мне кажется, такой вот фигни в монолите, именно прям в цельном каких-то монолитах или, допустим, в актуальных монолитах, которые поддерживаются, такого не бывает. То есть, всегда стараются делать, следить за вот этими всякими апдейтами и тому подобное, то есть, вещами для сохранения актуальности. Вот. А в микросервисах, ну, типа, ну, работает, да работает. У нас там еще 5 микросервисов на подходе. 10, 20 еще готовятся. А, возможно, это, скажем, какой-то знак того, что это как раз была неправильная архитектура выбрана, да, если есть какой-то маленький микросервис, который на 5 версии, за ним никто не следит, вопрос, зачем, да, там, он выделился. Если у нас таких много, зачем они все нужны, тоже это вопрос. Ну, я могу тебе привести пример, прям вот легкий пример, допустим. Представим, что у нас есть микросервис, допустим, для отправки пуш-сообщений. Вот у нас есть, допустим, там, база данных небольшая, допустим, там, где наши подписчики есть, допустим, вебовские. И есть самая отправка в этом плане. И он принимает себя, допустим, там, по опихе, допустим, там, текст-сообщения, к примеру, допустим, там, какой-нибудь, и мы должны, допустим, отправить. И он, допустим, работает годами, как бы, ничего из этого не меняется, самое главное. То есть, как веб-пуши, как они работали, так они работают. Как бы все довольны, все довольны. Зачем к нему приправиться? Я понял, да. Но через, условно говоря, там, через, условно говоря, там, 5 лет тебе будет достаточно трудно найти сотрудника, чтобы он, допустим, там, занялся этим. Или, допустим, если это новый сотрудник, условно говоря. Вот. И это все больше поощряется, такая фишка же. То есть, тебе проще оставить. Но это за... На летом тебе будет, да, тебе будет больно перейти один раз. Но ты это преодолеешь, и все. А здесь ты, условно говоря, там, на каком-нибудь мейне ты преодолеешь. и у тебя останутся спутники старые какие-нибудь, и они будут годами висеть. Но это человеческий фактор. Я говорю, как в реальной жизни. Я говорю, как в реальной жизни. В реальной жизни это зависит всё от людей. Поэтому, если человек ответственный, то поставит задачу, обновит вовремя, и не будет этой проблемы. Такая же проблема может быть и в обычном монолите, и люди годами ничего не обновляют. Ни PHP, ни фреймворк. Многие живут со старыми версиями и работают. И по той же причине, что никто это не сделал. Давно и страшно, и вообще непонятно, как это делать. И будет ли работать. И так далее. И плюс экономические соображения, что нужно время. Возможно, кто-то уже пытался, и долго всё пробовал, и никак не дошёл до конца. И пока бросил. Такой же пример может быть и в монолите, на самом-то деле. Да, наверное, есть какие-то тенденции в том, что где-то сделать проще, а где-то сложнее. Но это такой баланс, который кто-то должен за него отвечать, в принципе. Ну, я проще скажу, знаешь, вот ты приходишь к начальнику, говоришь, мне нужно, допустим, что-то одно сделать. И он тебе даёт добро, к примеру. А вот, напротив, ты можешь прийти 10 раз, а напротив, тебе надо прийти 10 раз, 20 раз к этому начальнику, и требовать добро. Мне нужно, допустим, столько-то времени. В этом плане. Это намного сложнее. То есть я говорю, типа, не об идеальном мире, что там кто-то, что-то, кто-то должен следить, кто-то должен там ответственно быть и тому подобное. Нет, это не идеальный мир. Каждый должен принимать себя и тому подобное. Я говорю, как в реальности. Вот в реальности у тебя будет какой-нибудь микросервис а-ля пуш-сообщений, который будет работать на PHP 5.4. И ты такой радостный. В реальности, в реальности должен быть организован процесс, обновление и всего остального. То есть в реальности так. Но если он не организован, то есть это проблема скорее в том числе людей или там руководителей, или как там сказать, кого, короче, кто должен за это отвечать. Вот. Я говорю, что да, есть тенденции, или так скажем, есть вещи, которые поле склонны к чему-то, да, но если человек неответственный, не организован процесс, я не очень уверен, что в Монолите тоже не будет все хорошо и там не будет проблем, и он будет вовремя все обновлять, например. Поэтому это такой спорный вопрос. Вопрос, где проще в этом плане? Проще 10 раз подойти к начальнику или 1 раз подойти к начальнику, сказать? Вот. Слушай, у меня типа больше этот... Сейчас момент, давайте чуть-чуть развлечемся, я тебе расскажу историю. Знаешь компанию Twitter, кстати? Да, да. Вот я недавно купил Elon Musk. В курсе, в курсе, что такая есть. Да, в курсе, в курсе. Вот. И ты знаешь, что он говорил там, ну типа дофигища народа, типа там штат был раздут и тому подобное. И он публично там в Twitter начал писать, говорит, типа, а почему мое типа Android приложение, типа так долго загружается, на что ему там какие-то другие там разработчики сказали, что для того, чтобы отобразить главную страницу на Android как приложение этого Twitter, нужно там типа 6,5 тысяч RPC запросов в этом плане. И он, как он уже этот... И он, по-моему, в конечном итоге там пришел, сам Android разработчик, который ответственный, типа Team Lead, и он говорит типа того, да это там типа не 6,5 тысяч, человек там, по-моему, 650, или там, ну неважно сколько. Вот. И в итоге все это закончилось тем, что этот директор уволил этого Android разработчика, сказал, вы это униядцы, какие-то бездельники, типа, что это такое, и тому подобное. Вот. Я вот тебе хотел спросить, а вот типа, а есть ли какой-то разумный предел вот микросервисам? Так, чтобы не получилось, как в условной Red Twitter, что у тебя есть личный блог, а для загрузки страницы личного блога тебе нужно 10 тысяч запросов каких-нибудь сделать. Ну, мы не обсуждали вообще архитектуру микросервисов, мы тут по касательной всего это идем, да, вот. Но в целом есть там такие проблемы, да, когда у нас, допустим, ну берем там обычную архитектуру с event storage, очередь, там, консюмеры потребляют эту очередь, свои события, что-то делают в своих системах и так далее. Ну, да, есть задачи, когда нам надо, например, агрегировать или, так сказать, собрать информацию с разных микросервисов, да, там, например, чтобы отобразить, опять же тут возьмем Amazon, чтобы, ну, интернет-магазин, чтобы нам отобразить какую-нибудь страницу одного товара, к примеру, нам надо, ну, допустим, собрать информацию о количестве этого товара, об остатках, там, статистику, когда купили, надо выводить, я не знаю, к примеру, возможно, надо из микросервиса доставки сроки какие-то получить по этому товару, потому что, там, ну, то есть там тоже, понятно, как алгоритм высчитывается, сейчас слишком сложно обсуждать, и вот эту информацию нам надо, допустим, откуда-то взять, и есть, да, есть такая проблема, и, соответственно, там есть несколько, ну, как бы, как она решается, там, либо переносится, получается, на клиент, то есть фронт-энд, запрашивает, например, если у нас веб-сайт запрашивает напрямую у этих микросервисов, плюс того, что мы можем где-то синхронно это делать, где-то там показывать, там, прелоудеры, плейсхолдеры, вот эти всякие штуки, новомодные, и, как бы, более... Илья, подожди, ну, это же, ну, типа, совсем не так, там же, там же, типа, никто напрямую не запрашивает у микросервисов, типа, есть только какая-нибудь внутрянка, так-то у тебя по-любому есть какой-то гейтвей, где у тебя, как раз таки, условно, там, API, под токен, то есть, еще один новый микросервис для доступа к остальным, который проксирует свои запросы, в этом плане. Я даже, я не успел еще ничего рассказать, ну, то есть... Я просто говорю, ты, типа, frontend страница обращается напрямую к микросервису, я такой, типа, типа, да нет, ну, ну, что там есть, да, там есть какой-то гейтвей, который, возможно, там, в том числе есть балансер, там, распределяет запросы, вот, это понятно, я к тому, что, плюс, можно туда кэш добавить и так далее, я к тому, что сам инициатор запроса происходит там, с фронта куда-то в стороннюю систему, да, там, допустим, в китовое тот же. Второй вариант, это мы это делаем уже на бэкэнде этого приложения, да, там, фронтово выдаем данные, вот, тут, конечно, плюс в том, что у нас клиент может быть разный, типа, у нас есть, не знаю, мобильный телефон, есть у нас сайт и так далее, вот, тут как бы плюс в этом, либо, ну, там, мы можем, конечно, как-то делать денормализацию этих данных, то есть мы можем дополнительно по вот этим событиям, грубо говоря, у нас могут быть единый источник информации, ну, условно, единый в микросервисах, да, который знает, сколько там товаров осталось, либо мы дублируем осознанно, ну, делаем денормализацию как в базах эту информацию в те микросервисах, в которых надо сразу что-то показывать пользователю, там, например, у нас в Advanced Storage события, пришел новый товар, да, добавился один, допустим, товар на складе, соответственно, мы там себе пометили, что пришел один товар, ну, и в другие места подписываются на эти события, и которые там показывают там карточку товара, они тоже себе добавляют в свою структуру, там, типа, остаток, например, тоже один делают, соответственно, вот, получается такая вот денормализация, соответственно, избыточное хранение, ну, типа, тогда меньше сетевых накладных расходов, вот. Мы же, мы еще даже не обсуждали всякие проблемы того, что, да, там, нужно делать вообще, в принципе, микросервисной архитектуры, дополнительные запросы, что есть, на это влияет там количество данных, которые передаются в этом запросе, плюс там всякие проблемы, которые пытаются решить вот этим сжатием, там, протобафом и остальными. Ну, там не только это, там тебе и серваки надо ближе располагать друг к другу и тому подобное, в этом, в этом дата-центре. Это все, ну, типа, мне кажется, вот про сетевые вещи, мне кажется, ну, мне кажется, каждый, типа, знает, что, типа, если у тебя микросервис, ну, крайне, нужно как-то общаться между другими, если у тебя разные бодейхи, то у тебя будет задержка ого-го-го, какая еще между ними. Ну, отвечая на тот вопрос, большая, у тебя по сети будет все гоняться, ну, это логично, мне кажется. Я именно в виду, что... То, что у тебя нет какого-то вещи, ну, вкратце на тот вопрос, я не знаю, я не думаю, что есть какая-то норма того, сколько должно быть запросов. Скорее, есть другие параметры, типа, какой должен быть отвлек ответа, какой должен быть, там, не знаю, рендер этой страницы, плюс где-то там начинают играться, типа, бывают какие-то куски интерфейса, которые не популярны или которые не сразу нужно рендерить, их можно более, да, там, отложить и подождать, например, там, не знаю, вот, и, возможно, с этим как-то варьирует под ситуацию, поэтому тут все-таки не как-то. Здесь просто вопрос, ситуативно. Подумывая сразу множество вещей, то есть, во-первых, то, что, как вот, тебе потребуются при условном микросервисном подходе, у тебя, допустим, есть потребность какой-нибудь API в этом плане, что тебе придется в любом случае делать какой-то типа гейтвэй или еще, условно говоря, допустим, свой мозг, допустим, проксировать, вот, соответственно, раз. То есть, помимо того, что у тебя, условно, там, 10 микросервис, плюсу еще один как минимум в этом плане, на это дело. Соответственно, дальше, допустим, то, что по сети гоняться, это, ну, никто не спорит с этим делать. Там есть множество вариантов, допустим, насколько релевантные данные нужны, условно говоря, допустим, потому что может быть, допустим, и кэш-прослойки, условно говоря, если там данные не особо важны, допустим, вот как с видосом, да, к примеру, ютубовским, вот, в этом плане. Вот, а по поводу того, что по поводу сети, ну, типа, да, ну, соответственно, вопрос в том, то, что, типа, а как иначе, ну, типа, скажи мне любой путь общения независимых, независимых, независимых программ по сети без использования сети, ну, типа, глупость какая-то в этом плане. Это как, я скачал файл, он мне больше не нужен, как вернуть его обратно, да? Ну, мы не говорим, что это глупость, просто мы обсуждаем плюс и минус монолиты микросервисов. Соответственно, в микросервисах есть вот эти все нюансы, которые в монолите отсутствуют. Нам в коде надо вызвать метод или функцию, а в микросервисе нам вызвать не получится метод функции, соответственно, запросы придется делать. плюс еще, соответственно, если мы хотим прям дальше уже усложниться, да, то здесь и вопросы тестирования возникают, к примеру, допустим, как понять, что твоя система полностью работает, поднимать все микросервисы или мокать их, к примеру. То есть, здесь же тоже, если мы хотим прям именно погрузиться на такой уровень, то здесь же возникает намного больше таких вот, скажем так, камней, которые именно уже на этапе, не только просто, там, с экономической точки зрения или там, допустим, с подходом, что я могу нанять больше людей или там, а мне вот это вот интересно, там, это, то, сё и тому подобное. Здесь и на уровне реализации это будут камни. Пример, допустим, не только с сетей, но и с тестированием тоже вопрос наступает. Вот. Плюс, ну, то есть, если мы их обходим как бы по касательу, ну, типа ок, просто нужно знать об этом. Соответственно, что как-то вы должны это дело и тестировать. Вот. Как-то вы это дело должны и обслуживать, и развертывать, и откатывать, если что, на этом плане. То есть, условно говоря, допустим, и накатывать их вместе, то есть, условно говоря, если там, обновляется микросервис один, меняется его API, то с ним должен меняться и второй микросервис, условно говоря, или там, обратную совместимость иметь. Это все вещи подразумевают под собой, что это уже более-менее... Если человек выбрал микросервисный подход, он должен об этом уже заранее позаботиться. А не просто как популист такой, как мы с тобой сейчас просто сидим, обсуждаем микросервис. А это хорошо, а это плохо и тому подобное. Я могу тебе задать, знаешь, какой-то тоже популистский вопрос. А какой необходимый минимум микросервисов, чтобы я себе написал в резюме, чтобы я мог взять себе свое резюме и написать, так, Александр Черняев специалист по микросервисам. Будет достаточно, если я напишу, допустим, буду делать клон Ютуба, напишу, допустим, на условия Erlang, Rusty, Go кодировщик видео, к примеру, чтобы, допустим, чтобы чтобы быстро перегнало видос. Нет, конечно. Где где типа нужно будет необходимый минимум, скажем так? Ну, минимум это в том, что у тебя микросервисная архитектура. У тебя могла быть микросервисная архитектура подразумевает, что ты решал микросервисные проблемы. Вот скорее в чем дело, что ты можешь вообще все написать на PHP и на Laravel, но ты решал именно инфраструктурные всякие проблемы, сетевые проблемы, все проблемы, которые вот при общей сетевой инфраструктуре, которая есть в микросервисах, ты с ними сталкивался, решал. Вот я думаю, что под этим временем можно говорить, что ты имел микросервисную архитектуру, а так ты имел отдельный сервис или демон, который делал какой-то небольшой кусок коза. Давай на перерыв, может? Да, давай. Так, ну давай я вкратце, может быть, у меня есть список вопросов, которые может стоить себе задать, как человеку, который отвечает за принятие решения, стоит ли не стоит использовать микросервисную инфраструктуру. Вот. Один из таких вопросов могут быть, это достаточно у вас ли большой проект, чтобы использовать микросервисы, да, и соответственно, там самое банальное, если у вас какой-нибудь лендинг или MVP или еще что-то, то понятное дело, зачем у микросервисы, ну, опять все любят, да, с чего это сразу большого начинать, ну, как мне кажется, самая практичная история, это когда что-то было MVP, вот он росло, 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 выросло до какого-то большого размера, и потом ты видишь вакансии, что мы распилюруем монолитный микросервис. Вот. Потом следующий вопрос, это достаточно для вас большая команда для этого. К примеру, в разных источниках пишут, что на один микросервис нужна примерно команда из 4-5 разработчиков, да, там agile команда, если мы там работаем по этой методологии. И если у вас в целом есть в сумме 25-30 разработчиков для поддержки, то это уже близко к такому значению, от которого можно что-то начинать говорить, да, если у вас там три разработчика на один проект, то вопрос, кто будет поддерживать эти микросервисы и так далее. То есть это слишком мало людей для того, чтобы поддерживать такую инфраструктуру. Готова ли компания в целом по процессам к такой архитектуре, да, потому что очевидно, что между командами, в котором 4-5 разработчиков, надо будет налаживать процессы коммуникации, обмена там данными стандарты, архитектуры, стандарты коммуникации, деплой, развертывание, ну и все такое. Вот. Также следующий вопрос, готова ли инфраструктура к этому, да, есть ли у вас какие-то девап-специалисты, экспертиза, опыт, практики и все остальное. То есть если у вас вся эта кухня, которая вот будет это поддерживать, и вы знаете, как ей пользоваться, потому что если вы, это весьма отчаянно, ну так скажем, весьма непонятное решение, если вы просто хотите это попробовать и по пути решать эти проблемы, потому что их будет большое количество. Вот. И что хотелось еще сказать, какие могут быть минусы, да, у микросервисов, хотя мы тут все это время пытались их, точнее ты пытался рассказать, какие они есть. Вот. Давай я еще свой-свой список их расскажу. В микросервисах, как правило, сложнее понимать, в общем понимании, то есть у нас много-много микросервисов они наличь, соответственно, в общую архитектуру, как и целиком, ее сложнее осознать и понять. Вот. Как следствие, ее сложнее и дебажить, да, потому что даже сам простой клик может отправлять какое-то событие, класться в какую-то очередь, да там, не знаю, Redis, Kafka, RabbitMQ, потом какие-то сервисы их потребляют. Короче говоря, да, докер, допустим, может нам помочь или еще какой-то инструмент для локального развертывания, но это все равно это не то же самое, как в Monolity. Мы нажали кнопку, там быстро продебажили, поняли, в чем дело, и все, стоп. Тут как бы нажали кнопку, куда-то отправилось, Advanced Storage, подняли еще три микросервиса, чтобы все потребляли, смотрели, что... В общем, код изменил, там кучу всего продебажить надо, и это, соответственно, намного сложнее, чем в Monolity. Сложнее собирать логи со всех мест, да, то есть микросервисов, потому что у нас любое там нажатие по клику, сохранение в Event Storage, потребление другими микросервисами, это распределенная всякая информация и инфраструктура, поэтому нам надо логировать во всех этих местах, куда это дошло, кто это взял, и как-то это логировать, да. Можно вообще ничего не делать, не знаю, там, грепать логи и бегать по серверам, вот. Ну, в частности, конечно, есть LK, какой-нибудь стек типа Эластика, там, не знаю, с Filebit, Kibana и так далее, Blackstash, которые могут как раз все воедино собирать эти логи по какому-то стандарту. Бывают проблемы также неконсистентных состояний в базах, да, там при деплое, то есть у нас выкатывается какой-то новый код, порядок деплоя был не соблюден, какие-то пошел какой-то трафик, стали возникать неконсистентные состояния в базах, где есть уже новый функционал какой-нибудь с новыми там структурами, а старого еще нету, ну и, соответственно, может, значит, вводиться ошибки из-за того, что есть неконсистентное состояние, там где-то данные еще не добавились, от которых все опирается и еще что-то, или что-то добавилось, что уже не должно добавляться, то есть тут эта проблема, конечно, безусловно, есть. и также есть проблема чтения данных или сборки данных в разных сервисах, мы их упоминали раньше, это как раз, собственно, нам надо агрегированную информацию с разных микросервисов собирать и показывать, вот, это тоже проблема, но при этом довольно-таки изящно решается проблема с записью, когда происходит какое-то событие, мы кладем его в в in-storage и все потребители независимо от этого центрального хранения этих данных, этих событий, его употребляют в зависимости, нужно ему это или нет, то есть это довольно, мне кажется, элегантное такое инфраструктурное решение, но чтение, конечно же, сложнее. Ты знаешь, у меня сразу возникает вопрос, но типа ты сейчас, знаешь, он рассказывает, как бы все ок, у меня вопрос прямо на следующем, то есть вот такой, самый банальный, самый интересный, представим себе, вот я, вот у меня, у меня рядом с вами есть вот педпроект, и я хочу попробовать микросервис, вот понять, что мне для этого нужно сделать, вот самый, самый какой-то базовый, можешь описать мне пример, вот, вот, вот я беру, условно говоря, хочу создать, я не знаю, ну, допустим, любой сервис, который мне придет, допустим, на ум, допустим, агрегатор, допустим, цены на автошины, да, к примеру, вот, я такой хочу, допустим, попробовать сделать микросервисную архитектуру, вот, с чего мне начать, или вот какой путь мне пройти, условно говоря, для начинающего, попробовать на своем, где-то проекте. Какой начинающий, начинающий разработчик, начинающий, начинающий, начинающий чувак, который, человек, который просто микросервис, не знает, а в остальном, он как бы все понимает, какой работает, да, начинающие тоже могут быть разные. Ну, какие тут могут быть советы? Просто читать литературу, статьи на эту тематику, да, смотреть доклады, презентации, вот, экспериментировать. Можно, как с точки, как точку, с которой опираться, можно взять, вот, например, эту книгу, мы можем сейчас прикрепить к этому видео, вот, и прочитать эту книгу, реализовать все решения, которые он там описал, осознать их там, переделать, покрутить, вот, сделать на другом и он сториджи, поменять там всякие компоненты, увеличить нагрузку, сделать больше данных, усложнить проблематику. Но все это искусственно делать довольно сложно, поэтому тут еще можно возлагать волшебные рекомендации, типа, смотрите мой курс, я не знаю, когда у меня будет на это время, поэтому я себе такое сказать не могу. Вот. Не, ну, может быть, допустим, я не знаю, может быть, мне взять, допустим, там, какой-нибудь, там, сделать себе сервис оауч, допустим, там, сервис поднять, допустим, для авторизации, допустим, например, что у меня будет вот отдельный сервис авторизации моего пользования, допустим, 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 он отдельно попадает в веб. Да, но чтобы понять все… Какие-то базовые вещи, да, допустим. Чтобы понять проблемы практики, надо где-то их прочитать, откуда-то взять. Ты сам можешь только их понять, если реально будешь что-то делать, и ты трафик увидишь. Вот. И потом опять будешь что-то читать. То есть, вот я предлагаю, вот если реально, там, из книги, например, да, если мы берем Бларовал, вот, который я прочитал, по ней все делать, потом просто экспериментировать, менять, там, компонент системы, усложнять, там, в разных вариациях, там, масштабировать микросервисов, делать более проблему с чтением данных, там, не знаю, и так далее. В общем, все это попробовать, и это идеальная точка, мне кажется, старта, чтобы понять, что к чему. А дальше, собственно, остальные виды ресурсов, это все, которые нам доступны сейчас, это презентации, там, русский, английский, там, неважно, от этих источников, которые, там, вы доверяете, потом книги, тоже, которые могут помочь, там, это все авторитетных авторов, или просто, которых с высоким рейтингом, статьи всякие на эту тематику, ну, и обычно, как мы собираем всю информацию, вот так ее, грубо говоря, собираем, собираем, вот, и дальше уже, если не предвидится, и вы очень сильно заинтересованы этой технологией, я не знаю, прям влюблены, и хотите ее использовать, то искать какой-то open source, новую работу, я не знаю, что-то такое, если в текущей, это не предвидится, потому что, ну, не очень хорошо, если вы просто прям заболеете этой темой, все прям изучите, но просто заходите ради, ради самоцели это сделать, а это никому не надо будет в итоге, ну, бизнесу я имею в виду, да, ну, искать возможность просто, как-то это делать, вы можете свой педпроект сделать, как вот ты говоришь, сделать микросервисы, придумать проблематику, но на моем опыте придумать какую-то проблему из пальца высосать всегда сложно, все хорошие решения, все инструменты, все какие-то вещи, они, ну, я так думаю, и надеюсь, побольше практики, это все из проблем вырождается, когда вы там на работе работаете, там, и что-то хотите улучшить, написать, библиотеку, чтобы все пользовались, может, у вас проблема такая была, сделать свой бизнес на основании этой проблемы и так далее, вот все из каких-то реальных проблем, которые вы решали или решаете, и из этого рождается продукт новый, а вот так сидеть, типа, ну, ты знаешь, самый простой вариант, который всегда рекомендуется, это копируй, выбери себе, какое-нибудь то, что тебе нравится и попробуй воспроизвести, скопировать, это вот всегда классический вариант, тебе нравится, тебе нравится твиттер, копируй твиттер, делай его микросервис, попробуй. Да, можно, ну, можете сделать амазон, потому что тебе придумывать ничего не надо, все то же самое. Да, ну, вот книга, там, грубо говоря, амазон, там еще не только амазон, там второй случай описывается, ну, если покупать, дополнительный, там скажем, не только книгу, там еще дополнительный, в общем, бонус, так скажем, код, ну, и в первой версии книги, там как раз про интернет-магазин, и вот, можете взять его за основу, просто там, дофантазировать каких-то вещей, там, бизнес-требований, еще что-то, вот, с этого можно будет начать, если вам хватит терпения, конечно, на самообучение, да, вот это все, потому что это все-таки немного сложно это делать психологически, потому что это все-таки реально никому пользу не принесет, вы не сможете это вернуть в упаковку и отдать, и продать, или там, или реально этим пользоваться, это же просто такая песочница, условно, да, которая развивает просто ваши навыки, и там какие-то технические, да, там знания, но в целом это просто будет проект, которым можно будет похвастаться, там, на, 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 на собеседовании, например, вот это. Понятно, понятно, понятно. Ребята, так что, давайте, начинайте свои, ваши проекты по микросервисам, а мы с Ильей закончим, на этом наш эпизод подкаста так не сойдет, вот, надеюсь, вы присоединитесь к нам в следующий раз, в следующей тематике, в которой мы погрузимся еще, еще возьмем какую-нибудь тему по Ларавейлю или смежную, вот, до встречи в новых выпусках. Да, спасибо, что пришли, выслушали нас, пишите все вопросы, которые у вас в процессе возникли, на которые мы мне ответили, может быть, у вас есть какие-то спорные вопросы, может быть, мы что-то не так сказали, не то упомянули, или просто не коснулись какой-то острой темы, давайте в комментариях к этому видео обсудим. Вот. пожалуйста. процесс публикации контента для вас. Поэтому надеюсь на вашу поддержку в первую очередь. Спасибо. Давайте. До новых встреч. Обязательно. До новых встреч, ребят. Давайте. субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...